Жуткая история в Ухте, когда бродячие псы напали на человека и загрызли его насмерть. Еще одно подтверждение того, что лишь профилактикой проблему бездомных собак не решить. Нужны решительные действия. Вообще, ситуация характерна не только для Ухты. То и дело истории с нападением на людей случаются и в других городах, и в районных центрах. Наверное, бродячих псов нет в деревнях, но там другая напасть – лесные гости, чаще волки. Виктория Денисова прочитала свежие публикации районок и узнала много интересного. Появление диких зверей в населенных пунктах – дело сезонное. Пожалуй, ни для кого не секрет, что периодически хищники вплотную подходят к селам. Главным образом – волки и медведи. К счастью, людей они обходят стороной, вот только страдают зачастую их домашние любимцы. Между тем, в местечко Порубкеповское, что в Прелузье, наведался совсем неожиданный гость. Вблизи деревни местные заприметили барсука. Поговаривают, что их было, скорее всего, даже двое – самец и самка. Так называемые енотовидные собаки, животные оседлые, а потому такое явление – редкость. Из любопытства решили с мужем за барсуком понаблюдать. Близко к себе не подпустил, ни к домам, ни к сараем не подходил. А сфотографировать на мобильный телефон все-таки позволил. А потом, оглядевшись по сторонам, отправился в лес. Артизианские скважины в местечке Кельчи-Юр пробурили еще в 70-80-х годах прошлого века. Однако на сегодняшний день свой ресурс они исчерпали. Требуется масштабная реконструкция, а вместе с тем и крупное капиталовложение. Между тем, подрядчика уже нашли. Стоимость контракта – 10 миллионов рублей. Организацией после полного осмотра скважины направлен график производства работ на июнь-июль 2021 года. Связано это с техническими вопросами прибурения скважины. Одним из основных является то, что скважина самоизливная, и выполнять работы под струей воды в зимний период опасно. Педагогу из Сысельского района исполнилось 95. Анна Шулепова 40 лет проработала с детьми, прежде чем вышла на пенсию. Сегодня у нее уже 8 внуков и 14 правнуков. Сейчас ветеран живет в селе Пыелдина. Профессия учителя – призвание случайных людей здесь не бывает. Учебные заведения КОМИ выпускают достаточно педагогов, да только кадров, как выясняется, все равно не хватает. С такой ситуацией столкнулись школы Княжпогорского района. Вакансии имеются, вот только работать никто не идет. Сколько поколений своих предшественников знаете вы? Зачастую дальше прадедов никто из нас не уходит. А вот Сенцовы из Печорского района, можно сказать, отмотали пленку назад и вернулись в прошлое. Дабы изучить родословную, семейство отправилось в архив. Теперь им известны данные о 17 поколениях. А это, к слову, около 600 человек. Операция «Нетрезвый водитель» коснулась и районов. Только за три дня сотрудники госавтоинспекции лишили водительских прав более 50 человек. Больше всего задержанных в Сыктывкаре, Ухте и Сыктывдине. Одного нарушителя нашли и в поселке Койдин Кайгородского района. К слову о нарушителях. Необычный случай произошел в Печоре. Местная жительница вместе с сожителем распивала спиртные напитки у себя дома. Казалось бы, что здесь такого? Да не тут-то было. В историю вмешалась курица. Женщина решила приготовить суп, для чего и достала замороженную птицу из холодильника. Однако в процессе готовки между жильцами возник конфликт. Женщина сгоряча бросила курицу в сожителя. Попала прямо в голову. Такое вот оружие. Приговором Печорского городского суда 37-летняя жительница Печоры признана виновной в совершении инкриминируемого преступления. Ей назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства. Снежные балерины на каждом окне. В Якше вовсю готовятся встречать Новый год. Фигурки развешивают как в жилых домах, так и в учреждениях и общественных местах. Жители делятся фотографиями творений в интернете. Казалось бы, простая бумага, а как легко с ней можно создать новогоднюю обстановку. Двойняшки, отзовитесь! Необычный онлайн-проект запустили в Усть-Цилимском районе. Суть в том, чтобы найти и опубликовать в местном паблике фотографии братьев и сестер, удивительно похожих друг на друга. Что важно, участвовать могут сельчане всех возрастов. 10 пар уже поделились с пользователями интернета таким вот двойным счастьем. Ну а на этом рубрика подходит к концу. Это был обзор районной прессы. Следите за новостями не только в сети. Читайте периодику. Там тоже много всего интересного.